Сегодня в республиканской столице прошла торжественная церемония открытия нового здания МВД по Карачаево-Черкесии. На церемонии открытия присутствовали глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник главного управления МВД по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, руководители традиционных религиозных конфессий и многие другие подробности у Мурата Джинкезова. Гимном России Карачаево-Черкесии началось торжественное открытие нового здания МВД по Карачаево-Черкесии. В приветственном слове глава республики Рашид Тимрезов подчеркнул, что по техническому оснащению здание соответствует всем современным требованиям и нормам. Рашид Тимрезов также отметил, что подразделениям ВД республики занимают особое место в правоохранительной системе страны. Именно они находятся на переднем крае борьбы с преступностью, и есть все основания полагать, что стабильность в регионе во многом является заслугой сотрудников органов внутренних дел. Начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин отметил, что на территории округа подобное здание открывается впервые за последние десятилетия и выразил уверенность, что личный состав будет добросовестно выполнять свои задачи. Генерал-полковник вручил символический ключ министру внутренних дел республики Александру Мельниченко. Еще одни ключи от служебного автомобиля получили сотрудники дежурной части. Отличившихся полицейских наградили грамотами и знаками отличия. С добрыми наподственными словами обратились к собравшимся председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После перерезания красной ленты высокие гости осмотрели помещение. До сегодняшнего дня в Министерстве внутренних дел по республике находилось здание, которое даже выступало любому районному подразделению. И это же в любом случае самое главное, что люди сегодня придут в эти комфортабельные условия, где, мы уж откровенно будем говорить, сидели там в маленьком кабинете по несколько человек. Сегодня это другие возможности. И на самом деле, я абсолютно уверен, что, как можно сказать, коэффициент полезной деятельности вырастет. И МВД Покорачао-Черкесской республики как всегда себя и личный состав как всегда себя показывал, как абсолютные профессионалы, так и в дальнейшем и впредь будут себя проявлять уже в более комфортабельных условиях, которые они заслужили. Мы только в прошлом году заложили фундамент строительства жилого дома для сотрудников. Уделяет большое внимание и при поддержке Министерства внутренних дел, которое выделяет нам на это средства. Но тем не менее, общими усилиями и при поддержке республиканской власти в лице высшего должностного лица эти вопросы решаются и на территории республики. Они, можно оценить их как на пять по пятибалльной системе. Тот объем финансирования, который был выделен, это заслуживает только уважения, потому что все прекрасно понимаем, как сложно сегодня приходится любому ведомству. В целом в стране сложно приходится. Но государство нашло возможность все-таки закончить финансирование этого объекта. И мы не имели права подвести. Объект сдан с небольшой экономией. Закончены пусконалочные работы. В ближайшее время все кабинеты найдут своих хозяев. На площади в 13 тысяч квадратных метров расположились административное четырехэтажное здание, в котором 130 кабинетов, а дежурная часть оснащена комплексной системой видеонаблюдения. Рядом находится еще одно трехэтажное здание с подвалом, в котором есть спортивные и тренажерные залы, интерактивный тир, зал совещаний, контрольно-пропускной пункт и многое другое. Что касается теперь уже бывшего здания МВД по улице Ворошилова, есть предварительное решение о его передаче на баланс города для обеспечения учебного процесса, спортивных занятий и досуга молодежи. Мурат Жанкезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.